Спасибо вам большое за внимание. Несмотря на позднее время у нас зал почти полон, я думаю, вас привлекло название данного симпозиума, а он называется «Революционное открытие инновационной продукты в питании ребенка первого года жизни». Поэтому предложите сразу предоставить слово для доклада, не буду делать таких преамбул больших, я думаю, если время у нас останется, мы с вами нерешенные вопросы обсудим. И слово для первого доклада, который называется «Загадки грудного молока», предоставляется кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику отделения питания здорового и больного ребенка, научного центра здоровья детей Лукояновой Ольге Леонидовне. Пожалуйста, Леонидовна. 15 минут. Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, сегодня мы уже с самого утра говорим с вами о важности такого ценного продукта в питании ребенка, как грудное молоко. То есть тот продукт, который создавался в ходе всей биологической эволюции человека, которому нет альтернативы, который на сегодняшний день технически невозможен в плане своего воспроизведения. Но над этим думают многие ученые и поиски продолжаются. И всем хорошо известно, что грудное вскармливание, под этим находится очень большая клиническая доказательная база. Оно ассоциируется с лучшими параметрами физического и нервно-психического развития, с профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология. Но почему это происходит? Вот именно на вопрос «почему». Это как раз то, чем и занимаются сейчас исследования, посвящены многие инновационные открытия в этом смысле. На сегодняшний день, опять же, много сегодня говорили о том, что нутриенты могут влиять на экспрессию генов. Я позволю себе напомнить о том, что такое экспрессия генов. Это процесс считывания генетической информации с гена и превращения ее в физически действующий продукт. То есть все процессы в нашем организме происходят благодаря экспрессии генов. Что же показано на сегодняшний день? Много исследований посвящены, в частности, в области нутриативной эпигенетики, что питание, особенно в раннем возрасте, играет определенную роль в изменении экспрессии генов, тем самым оказывая определенные последствия на здоровье в зрелом возрасте. И на сегодняшний день получено очень убедительное свидетельство о наличии прямой связи некоторых компонентов грудного молока с эпигенетическими механизмами. А вот исследование, и здесь приведен краткий обзор того, что на сегодняшний день те компоненты грудного молока, которые доказательно влияют на экспрессию некоторых генов. Ну вот, предположим, лактоферин, влияемый экспрессию, в частности, снижая вот этот фактор, который контролирует иммунный ответ апоптозы клеточного цикла, он профилактирует состояние ребенка в плане развития некротического энтероколита и нарушения иммунной системы. Просто гландины грудного молока, в частности, вот этой группы, повышая также определенную группу генов, профилактируют у ребенка ожирение и связанных с ним нарушений. Для нацепоченной пыль насыщенной жирной кислоты грудного молока, в частности, омега-3, повышая экспрессию одних генов и понижая экспрессию других, профилактирует жировые болезни печени, высокий уровень холестерина в зрелом возрасте. Холестерин грудного молока, снижая ген редуктаза, профилактирует высокий уровень холестерина в зрелом возрасте. А олигосахариды, они в целом влияют на экспрессию очень большого количества генов, в целом профилактируют ряд заболеваний, ряд состояний, в частности, кишечный дисбиоз и связанных с ним патологических изменений. Очень интересные исследования посвящены тому, что, оказывается, даже если есть у ребенка генетическая предрасположенность к развитию того или иного состояния, то грудное молоко посредством влияния на экспрессию генов, не меняя последовательность нуклеотидную в ДНК, может положительно менять фенотип. То есть вот все эти вопросы и ответы, и глубокое изучение грудного молока, тем не менее, получая новые ответы, вопросов на самом деле становится все больше. И для чего же продолжается изучение состава грудного молока? Безусловно для того, чтобы оценить все-таки потребность ребенка в основных нутриентах, но очень важно нам отдать себе ответы на вопрос, почему, благодаря чему мы имеем вот этот феномен благоприятных эффектов отдаленных, непосредственных и отдаленных грудного вскармливания на здоровье ребенка с целью создания, моделирования, совершенствования состава детских молочных смесей. Буквально очень кратко покажу некоторые компоненты грудного молока и, опять же, невозможность их введения техническую в детские молочные смеси. Ну вот на сегодняшний день нутритивные белки активно, безусловно, присутствуют, и они изучены, их состав изучен. Прежде всего нутритивные белки грудного молока, посмотрите, их, конечно, очень много, но посмотрите, какое большое количество минорных белков, которые на сегодняшний день не могут быть введены в детские молочные смеси, функция которых необыкновенно, многогранна, многофункциональна. Это белки, которые влияют на монологические процессы, на рост ребенка. На сегодняшний день было очень проведено огромное исследование с включением более тысячи женщин. И было показано, что белковый состав грудного молока меняется на протяжении лактации. И мы имеем не десятки, и даже не сотни белков, а посмотрите, выделено до 1400 белков разных белков в грудном молоке. Как можно воспроизвести такой состав? Что еще? Вот белки, они же дают и почву для новых размышлений, в частности, из белка грудного молока, например, на сегодняшний день создан препарат, лекарства от рака новосибирскими учеными, лактоптин, завершены доклинические испытания. Сейчас этот белок, фрагмент как из зина молока человека, используется в клинической практике. С помощью геноинженерии были получены рекомбинантные аналоги лактоптина с помощью продукцентов кишечной палочки. Выяснилось его большое количество многофункциональных функций, в частности, он тормозит скорость роста опухоли примерно на 50%, что соответствует на сегодня методам химиотерапии. Где еще используются белки? Ну, безусловно, процветает на сегодняшний день наука генной инженерии, и прежде всего в этом помогают инновационные открытия в плане изучения состава грудного молока. Так уже созданы рекомбинантные белки грудного молока, это лизацин и лактоферин, они применяются в лечении остроинфекционной диареи и имеются в виду препараты на основе этих белков. Отечественными учеными, белорусскими учеными создана вот такой рекомбинантный лактоферин, в основе которой лежит ноолактоферин инфант, называется это добавка. Она предназначена для введения ее в питание, в частности, как раз для обогащения, возможно, в будущем этой добавки и детских молочных смесей, но это еще то, что предстоит окончательно исследовать и изучить. Просто я рассказываю о тех широких возможностях, которые открываются ученым, когда они получают знания о составе грудного молока. Несколько слов об углеводном компоненте грудного молока. Я сегодня уже говорила с утра об этом, но не могу не повторить, потому что действительно уникальность олигосахаридов грудного молока, возможно, на сегодняшний день еще все недооценена. Они изучаться стали сравнительно недавно, но их количество колоссально больше, чем белка в грудном молоке олигосахаридов. Почему? В чем же целесообразность, биологическая необходимость наличия этого компонента в грудном молоке? Обратите внимание, в коровьем молоке, можно сказать, следы по сравнению с содержанием олигосахаридов в молозиве, в десятки, в сотни раз больше этого компонента в молозиве женского молока. Уникальна их структура строения. На сегодняшний день расшифровано только 200 олигосахаридов грудного молока, предполагаемое же их количество десятки сотен. Количество индивидуально, вариабельно, зависит от возраста женщины, срока гестации, расовой принадлежности, периода лактации и группы крови. И, конечно, на сегодняшний день невозможно их полностью воспроизвести в лабораторных условиях. Самая уникальная, наиболее хорошо изученная функция олигосахаридов – это защитная. Когда патоген, попадая в просвет кишечника, воспринимает поверхность олигосахаридов точно так же, как саму клетку, благодаря сходству химической структуры клетки и непосредственно самого олигосахарида, происходит успешная адгезия и выведение патогенов из организма. А олигосахариды – еще одна функция, в последнее время описана – это снижение риска воспаления. То есть показано, что олигосахариды замедляют миграцию лейкоцитов в субэнтотели, снижая тем самым лейкоцитарное пропитывание, инфильтрацию слизистых. Особенно это важно для недоношенных, незрелых детей, у которых очень высок риск развития некротического энтероколита. Посмотрите, на искусственном скармливании в 6-10 раз чаще развивают дети такое грозное состояние. Что же с олигосахаридами? Снижается риск этого хронического воспаления и риск развития некротического энтероколита благодаря этому уникальному механизму снижения миграции лейкоцитов. Олигосахариды на сегодняшний день показаны как источник сиаловой кислоты, которая прежде всего необходима для оптимального развития мозга. Она является строительным компонентом для ганглиозидов, располагающихся на поверхности нейронов головного мозга и играющих ключевую роль в его развитии. Жировой компонент грудного молока представляет колоссальный интерес и он принципиально отличается от жирового компонента корового молока. Основной компонент состава жирового компонента грудного молока – это жирные кислоты, которые эстерифицированы в триглицеридах, 98%. И вот, казалось бы, 2% не стоило, может быть, даже не стоило обращать на это внимание, если бы все эти компоненты не обладали рядом совершенно уникальных свойств, качеств. Жиры грудного молока, чем они еще отличаются от, предположим, растительных жиров, которыми обогащены на сегодняшний день детские молочные смеси? Они поставляют до 15 мг холестерина. И высокое потребление холестерина с грудным молоком в раннем возрасте ассоциируется с низким уровнем его в крови у взрослых. И на сегодняшний день выдвинута и подтверждена концепция роли высокого уровня холестерина в раннем возрасте для становления эффективных систем его метаболизации в последующие периоды жизни. Свойства холестерина уникальны, многогранны. И, в общем-то, именно благодаря наличию холестерина закладываются те основы метаболизма и профилактика тех грозных неинфекционных заболеваний, о которых мы сейчас говорим, в частности, патологии сердечно-сосудистой системы у детей, которые находятся на грудном вскармливании. Посмотрите, пожалуйста, какие свойства выделяют на сегодняшний день. Так, холестерин имеет ключевое значение для нормального функционирования организма. Он входит в состав клеточных мембран и является стабилизатором его текучести. Участвует в синтезе стероидных половых гормонов и кортикостероидов. Служит основой для образования желчных кислот. Важен для метаболизма жирорастворимых витаминов. Используется в построении нервной ткани. Участвует в формировании иммунитета. Входит в состав мембраны иммунокомпетентных клеток. Участвует в регулировании проницаемости клеток. И предохраняет ретроциты крови от действия гемолитических ядов. И раннее его поступление оказывает регулирующие действия на обмен в зрелом возрасте. Очень интересное исследование, которое в настоящий день продолжается, расширяется по изучению жировой глобулы молока. А именно мембраны, которые окружают эту жировую глобулу. Это сложная трехслойная мембрана, которая состоит из основной и сложной двухслойной мембраны. А центральное ее наполнение представлено вот этим триглицеридным ядром. Компоненты уникальны этой мембраны. Это и гликосфинголипиды, и глицерофосфолипиды, и сфингомиелин, и холестерол, и гликопротеины. Входит сюда в состав и мембранный белок, и липиды, и минорные компоненты в виде минералов. На сегодняшний день хорошо изучены отдельные компоненты этой мембраны. В частности, функции гликозидов, ганглиозидов, которые входят в состав этой мембраны. Они играют важную роль в развитии головного мозга, в росте нейронов и их миеллинизации, в формировании межклеточных контактов нейронов. Они играют важную роль в процессах клеточной пролиферации, роста, адгезии и участвуют в апоптозе. Эти исследования, полученные австралийскими учеными, которые хорошо изучили отдельные компоненты этой мембраны, в частности ганглиозиды и фосфолипиды, они показали, что эти компоненты, выделенные из мембранжировой глобул молока, защищают целостность кишечного барьера, снижают риск ротовирусной инфекции и очень эффективны в отношении диарейных заболеваний у детей, активны в отношении целого ряда бактериально очень агрессивных инфекций детского возраста, ну и не только, оказывают влияние на развитие мозга и когнитивных функций. Ну что любопытно, вот на сегодняшний день это концепция единственного компонента, состоятельна она или нет, но на самом деле это пока такой единственный механизм по обогащению, по усовершенствованию детских молочных смесей, введение какого-то одного компонента, но изучение его эффективности предполагает ряд трудностей, поскольку невозможно отделить эффект именно этого компонента или взаимодействие этого компонента с какими-то другими компонентами, входящими в состав смеси. Поэтому шведские ученые пошли другим путем, они провели очень интересное экспериментальное исследование по выделению концентрата мембранжировой глобул молока, то есть не по выделению отдельных компонентов, а в целом применение в клинической практике концентрата мембранжировой глобул молока. Таким образом, был этот концентрат выделен, и им была обогащена детская молочная смесь, которую получали дети. Какие интересные исследования были получены, вы можете увидеть, но после моего сообщения будет еще сообщение, которое более подробно расскажет вам об этом. Но прежде всего у детей снижалась частота развития атита, положительное влияние было отмечено на развитие когнитивных функций, и добавление этого концентрата в детскую молочную смесь поддерживало холестерин в крови детей, сопоставиваясь таковой у детей на грудном вскармливании. Вот мы получили результаты этого исследования, и, безусловно, было очень интересно прочитать рассуждение известного профессора из Великобритании, Мэри Фьютрелл, которое пишет, а вот что такое мембрана жировой глобал молока? У нас же нет их сейчас в детских молочных смесях. А может быть, это и есть случай выплескивания ребенка с водой? То есть очень интересно то, что гены, которые связаны с производством жировой глобал молока и мембрана жировой глобал молока, они очень старые, они наиболее консервативны в плане эволюции. То есть, соответственно, значит, они обладают функционально еще более значимыми такими свойствами в плане вообще всей эволюции создания грудного молока. Что же это такое? Может быть, мы отбрасываем второстепенное, лишаясь, возможно, главного? То есть вы же знаете, что традиционно, создавая детскую молочную смесь, жировой компонент отбрасывается, его нет в детских молочных смесях на сегодняшний день. То есть, безусловно, перед нами стоит очень много вопросов и очень много поисков, потому что на сегодняшний день так и нет технологии создания продукта, который бы мог воспроизвести изменчивый состав у грудного молока или те механизмы взаимодействия компонентов грудного молока. Но тем не менее, чтобы дойти до цели, нужно же хотя бы двигаться, идти и продолжать поиск новых подходов в направлении оптимизации детского питания. Спасибо большое за внимание.